В Махачкале 9.45. В студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Здравствуйте. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в городе Каспийске, сообщили в пресс-службе МВД Республики. По предварительным данным, на улице Пушкина, города Каспийска, в двухэтажном доме произошел пожар, в результате чего погибли двое детей. Их тела обнаружили спасатели. Сегодня в Москве в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо» завершается 12-я международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». В рамках объединенной экспозиции регионов СКФО на стенде Дагестана санаторий «Каспий» и «Тарнаир» презентовали свои объекты и услуги в сфере оздоровления и отдыха. Впервые был представлен государственный природный заповедник дагестанский. Премьер-министр Абдуйс Амадгамидов принял участие в заседании правительственной комиссии России по вопросам социально-экономического развития под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. Обсуждены меры по развитию внутреннего и въездного туризма на территории СКФО. Сегодня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану заседание коллегии, где будут подведены итоги деятельности управления за 2016 год, а также определены задачи на текущий. Дагестанская делегация под руководством министра промышленности и торговли Юсупа Умавова посетила представительство республики в Санкт-Петербурге и правительство Северной столицы для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества двух регионов. Министр образования и науки Шахабас Шахов на базе образовательного центра «Солнечный берег» провел рабочую встречу с кандидатами в наблюдатели для работы в период государственной итоговой тестации и единого государственного экзамена. Новости культуры. Праздничный концерт «Яран-Сувар-2017» состоится в Москве 18 марта. Мероприятие, посвященное национальному празднику Лизгин, пройдет в концертном зале Останкино. В этом году концепция празднования «Яран-Сувар» отойдет от устоявшихся принципов и будет направлена на обновление композиции сценария для наиболее полного отражения древних традиций. Сюжет организаторы предпочли сохранить в строгом секрете. Напомню, «Яран-Сувар» – праздник, ежегодно отмечаемый весной. Вести «Спорт». Московский «Спартак» в воскресенье обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1-0. Гол забил Александр Самедов. В Махачкале пасмурно 5-7 тепла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok